Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам о страхе разлуки у собак. Многим владельцам собак знакома следующая ситуация. Хозяин уходит на работу на весь день или уезжает в командировку, питомец впадает в тоску и депрессию. Некоторые животные даже могут от скуки и грусти устраивать в квартире настоящие погромы. Такое поведение у питомцев специалисты называют страхом разлуки или расставания. Почему собаки склонны к такому страху и как можно помочь питомцу избавиться от него? Давайте разбираться. Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы о страхе разлуки у собак. Если собака ваше отсутствие дома не устраивает погромы, не грызет вещи, это совсем не значит, что она не испытывает тоску по поводу того, что вы ушли. Все собаки разные и по-разному реагируют на события. Некоторые лающие, когда их хозяева уходят из дома, забиваются в угол и трясутся от страха. А когда владельцы возвращаются домой, радуются им чересчур восторженно, бегут к ним, снося все на своем пути. И это тоже проявление страха разлуки. Собаки социальные животные, они не любят оставаться в одиночестве. Все лающие в той или иной мере испытывают страх расставания. Вопрос лишь в том, насколько адекватно они с ним справляются. К неспособности собаки нормально переносить одиночество приводит три фактора. Плохое качество контакта лающего с хозяином, низкий уровень ментального и эмоционального развития собаки и плохая стрессоустойчивость животного. Таким образом, если владелец не проводит регулярно время со своей собакой, не заботится о ее развитии, скорее всего, лающий друг будет испытывать сильный страх разлуки. Точно так же, как и если стрессоустойчивость собаки внезапно понизится. Например, из-за болезни или смены места жительства. Страх разлуки у собаки в обостренном варианте это серьезная проблема, которую нужно решать. Ни в коем случае нельзя игнорировать такое поведение животного. Ни к чему хорошему это не приведет. Для решения данной проблемы необходимо работать над улучшением контакта между собакой и хозяином, развивать лающего с помощью специальных игр и тренировок и снижать у питомца уровень стресса. И даже основательно поработав над причинами обостренного страха разлуки у питомца, можно столкнуться с тем, что после того, как собака перестала сильно бояться оставаться одна, через какое-то время она снова стала испытывать этот страх. Как правило, к нему возвращают сильные стрессы. Например, переезд, болезнь самого животного или потеря хозяина. Также часто страх разлуки снова появляется у собак в пожилом возрасте. Самое неприятное это то, что люди пытаются, конечно, навязать, что раз собака боится расставаться, значит она доминирует, она пытается контролировать хозяина, куда он ушел и так далее. То есть это самое страшное, что может быть, потому что за это ее начинают дрессировать и забивают ее в состоянии, когда она правда тихо сидит, может быть, дома какое-то время, просто потому что она всего уже боится. То есть если хороший контакт и нормальное состояние во время раслуки – это спокойное присутствие дома, может быть, какие-то интересные занятия для собаки, то ненормальное состояние, то есть плохой контакт – это когда он просто лежит и боится в углу. И вот этими всеми жестокими методами просто люди загоняют собаку в это ненормальное состояние, разрушая вообще все взаимоотношения. Сильный страх разлуки у животного – это серьезная проблема, и решать ее нужно не жестокими методами дрессировки, а кропотливой работой хозяина с питомцем при помощи зоопсихолога. Ведь сам страх имеет психологическую основу, а не является недостатком воспитания. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!